Кот был очень болен, видимо, давно скитался на улице и не мог укрыться от холодов. Из груди то и дело вырывается кашель. Куда ему идти, они не знал. Просто шел и шел, куда лапы вели. Шел на ощупь, потому что и глаза его не видели, и нос не чуял. Наверное, ориентировался на слух, и шел туда, где были слышны голоса людей, голоса детей. Притопал он к детскому саду. И мялся то там, то тут, в надежде, что его заметят, погладят, может покормят или за ухом почешут. Но кому он был нужен, такой больной и неопрятный? К счастью, его заметила добрая девушка Дарья, она живет рядом с детским садом и часто замечает, что возле него появляются новые бездомыши. Она сразу поняла, что это незнакомый ей кот, скорее всего, выброшен, как и многие другие. Состояние его здоровья было критическим, и Дарья не смогла оставить уличного бродягу в беде. Она написала нам сообщение с просьбой приютить котика. Дарья привезла беднягу в ветклинику на осмотр и купила ему необходимые лекарства. Несколько дней котик провел в стационаре ветеринарной клиники, пока его состояние не стабилизировалось. А когда на передержке освободилось местечко, мы забрали его из стационара к нам. Котику дали имя Платон. Он оказался просто невероятно ласковым и ручным. Как только в его сторону кто-то протягивает руку, котик тут же плюхается на спину, подставляет щечки и животик, и блаженно зажмуривает глаза, в ожидании почесушек. Платоша лечится уже три недели. За это время мы достигли существенных результатов. Исчез кашель и выделение из носа и глаз, котик наконец-то нормально чует запах вкусняшек и видит тех, кто жмякает его за щечки и за пузико. На следующей неделе планируется кастрация и повторная обработка от паразитов, и Платоша будет готов к переезду в новый дом. Друзья, спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, если она вам понравилась, поделитесь ей со своими знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо. 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 Спасибо.